В первом отделении у нас еще наш товарищ, рассказ о композиторе Аркадии Курове. На самом деле с Виктором Копытько я познакомился в квартире у Аркаши. Было это 2 мая 1977 года. Почему я так хорошо помню эту дату? Потому что у Аркаши день рождения 1 мая, он справлял его всегда 2. Вот 1 мая нынешнего года Аркаше исполнилось бы 55 лет. Аркаше бы исполнилось 55. Вот это вы слышите, это тихонько играет его шарманка, которую он написал в 15 лет. Лет в 12-13, я думаю. Даже в 12-13 лет. Он... Помоги мне. Давай. Я хочу для начала, ну так как мы с Витей вместе были с Аркашей знакомы, поэтому и решили подготовить это, вспомнить о нем. Это было невероятно эклектичное время, 70-е. Вот туда мы перенеслись. Это было время, когда нас всех гоняли, кого на школьные, кого на студенческие собрания, рассказывали, как нужно правильно жить. А потом мы приходили назад там, я на военную кафедру ходил, у меня волосы были вот так вот сцеплены, меня залакированы, меня выводили перед строем, говорили, вот так как Володин, пожалуйста, все стригитесь. А потом я распускал свой хайер, значит, и шел так, как это самое. Люди говорили о том, что экономика должна быть экономной, а им привозили спецзаказы, значит, какие вы сами слышали, правда? Вот. То есть это была эклектика, и культура была эклектична. Еще доносились какие-то отзвуки из прошлого, еще прессовало нас всех коммунистическое искусство, а мы все слушали Запад. Вот. Я это рассказываю, потому что первая вещь, которую мы вам хотим показать, это третья часть симфонии Клизмеров Аркадия Гурова. Как раз вы и услышите эту эклектику, которую с помощью Виктора Копытько, ну, во всяком случае, он подскажет нам, что там есть. Включаем. Слушаем. Слушаем на слуху. Концерт по лечке в Аркадии Ауна Гурова в Москве. В Пинске не было такого танца в городе, где он родился. Концерт по лечке в Аркадии Ауна Гурова в Москве. Концерт по лечке в Аркадии Ауна Гурова. Концерт по лечке в Аркадии Ауна Гурова. Кто куда готов идти все узнали, но здесь на самом деле еще куча много-много фрагментов. На самом деле сочинение далеко не такое смешное и забавное, как может показаться, хотя в общем там есть действительно какие-то очаровательные вещи. Симфония называется немножко точнее, называется симфония «Книга Клейзмера». Вы понимаете, что Клейзмеры – это музыканты, которые играют всегда, что бы ни происходило вокруг. Людей хоронят, играют Клейзмеры, люди женятся, играют Клейзмеры, все время в черте оседлости играют Клейзмеры. Спасибо. И это их повсегдашность, вечность этого образа, музыкантов, которые аккомпанируют любому событию. Она, собственно говоря, и запечатлена в этом произведении, и очень трогательна. В данном случае это был фрагмент части про то, как Клейзмеры в революции были. Ну да, все революционные мотивы, они уважливаются здесь. Я не могу сказать. Во всяком случае, я насчитал 3-4 цитаты, которые я узнал. Безусловно. Я коммунистические бригады узнал, там они точно есть. Чуть-чуть. Коммунистические бригады намечены, да? Да, проголос. Но на самом деле, я в книгу, ладно? На самом деле, почему? Это я настоял, чтобы начать с этого отрывка. А ведь меня поддержал в том смысле, что Клейзмер, кажется, Аркаша начал писать еще в Минске. Потому что все остальное, что мы вам покажем, это написано в Израиле, куда он уехал. Значит, а для меня Клейзмер, вот эта вот часть, она еще и удивительна вот чем. Я замечательно помню студенческие годы, когда в консерватории были лучшие капустники из всех университетов, сейчас бы сказали, а тогда вузов Минска. И туда собирались абсолютно все. Почему? Ну, во-первых, там играл замечательный ансамбль, там играл Кондрусевич, пел Спиридович, ну и так далее. Это вот наши времена, когда это были очень известные люди. А во-вторых, а может быть, наоборот, во-первых, там был компот. И лучше этого компота ничего не было. Компот, вот практически, наверное, никто и не знает, что это такое. Это составляли два рояля лицом к лицу. Значит, лицом к лицу друг с другом садились два музыканта. Одним из них был Аркаша Гуров, а вторым кто? С кем он играл? С Созлаткиным Сисеровичем Сисеровичем. А Поливода тоже играли? До этого Поливода Райниченко. И вот один начинал какую-то тему, которая была где-то улавливаемая, известная, а второй подхватывал. И вот так длилось, подолгу длилось, а публика в зале хохотала, потому что она узнавала или не узнавала. Ребята, не просто подхватывала, развивала. Дело в том, что в этом компоте, в чём суть компота, что там было много всего разного составляющего, порой совершенно сюрреалистически сопрягались абсолютно несопрягаемые вещи. Ну, например, там, условно говоря, на фактуре, знаменитой фактуре, лунный сонат, и мог возникнуть, пусть бегут к нему плюже. А она прекрасно соединяется, контраболутически это называют профессионалы, эти темы. И вот на этих курьёзах, на этих чрезвычайно забавных, а иногда очень тонко выстроенных вещах, не столько смыслово, сколько действительно музыкантский, а ну, зал просто лежал, а ты оставил его. Для меня Аркаша в каком-то смысле здесь воплотил, только на другом уровне, конечно, вот тот самый компот, который я студентам когда-то слушал. Что-то есть от этого, хотя нельзя не сказать, что у Аркаши были в этом смысле и предшественники в поймусти, которую мы называем академической, поскольку Чарльз Айпс, который Аркаша знал, благодаря тем записям, которые мне присылал он из Америки, спасибо за это большое, и четвёртый симфоник, у него всё это расстроено. Хорошо видишь, что ты можешь об этом сейчас говорить. Я никогда этого не стеснялся, но дело в том, что Галочка Горелова, которая присутствует в зале, которая вместе, собственно, студенчеством у нас Аркадия, вот она, наверное, помнит, как я приходил в консерваторию ещё, что-то шпингалетом, школьником 10-го класса, и читал студентам консерватории лекции про Айпс. Так вот не только Айпс, но ещё и первой симфонии Шнитки. Где? Очень близкая ситуация с Крезмерской симфонией Гурова, когда выходят на сцену, появляются на ходу, играя пожарные команды, играя секульминорный марш, знаменитый похоронный Шопена. В общем, это всё происходило, как бы сказать, помните знаменитую фразу «Вы рождены, чтоб Кавку сделать вылиток», да? Кавку сделать вылиток. Так вот это то, что происходило в первой симфонии Шнитки, и то, что аукнулось у Аркадия. Потому что Айпс не имел в виду этого, он просто безобидно сопрягал всё, что звучит вокруг, в одну вертикальную структуру. А эти сочинения первой симфонии Шнитки и симфонии книг от Крезмера Гурова, безусловно, в каком-то смысле расшифровывает музыкально. Но я сделаю поправку. Этого самого «Кавку» и «Кавку» и «Кавку». Да, симфонический «Кавку». Значит, давайте пойдём дальше, перейдём к тем произведениям, к тому, что было написано уже в Израиле. У тебя только маленькое дополнение. Да, да, проси. Аркадий до 91-го года прожил в Минске, почти никуда отсюда не выезжая, родился он в 56-м году. То есть, когда он уезжал в Израиль, это был 35-летний человек. Как вы понимаете, да, что, если учесть, что Гуров начал очень благотворно и очень высококачественно работать, в 19-20-летнем возрасте, такие шедевры, как «Пять зонгов» Брехта, помеченные 76-м годом, Гурову 20 лет, то можно сказать, что человек в 35 лет, в 35 лет, значит, 15 лет он проработал в Минске. Написал ему здесь много просто замечательной музыки. Поэтому, с полным правом, говорим о Гурове как о нашем, как о Минске, как о белорусском композиторе. То, что абсолютно напрочь забыто. Он был самым молодым членом Союза композиторов. На какой-то момент. На какой-то момент, да. А сейчас тоже, то есть, это будет вальс, пражский вальс, так называемый, из поэмы Треснана. Поэма. Можно сказать, поэма «Мистерия». Поэма «Мистерия», да. Григория Треснана, который тоже меньчанин, который тоже уехал. Слава Богу, жив. Слава Богу, жив, да. Значит, называется пражский вальс. Это уже произведение, написанное под Иерусалимом, там, где они ухожены. Параган. Звучит музыка. 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 Звучит музыка.